С руководителем фракции КПРФ Александр Ткачев провел рабочую встречу. Одной из основных тем стала необходимость капитального ремонта в глубинке домов культуры. Их сегодня насчитывается более тысячи. По словам губернатора, за последние годы удалось привести в порядок почти три сотни сельских клубов. Однако большая часть сегодня еще нуждается в реконструкции. Люди живут на селе, люди живут во многом этими центрами. Очень хочу начать такую масштабную реконструкцию капитального ремонта домов культуры, которые являются, в общем-то, такими культурными центрами, творческими центрами в любом муниципалитете, в поселении. И многие ветшают. Чтобы их привести в порядок, потребуется порядка миллиарда рублей. И с учетом уже и аппаратуры, и инструментов, штатов более полных, благоустройства вокруг домов культуры. Еще одной темой стало водоснабжение Черноморского побережья. Некоторые города-курорты в разгар сезона до сих пор испытывают дефицит воды. Ситуация разрешится к 2018 году, уверен губернатор. В ряде районов сегодня сотнями километров меняют водопроводные сети. Не меньше километраж прокладывают в крае и новых газовых труб. Сейчас наболевшую проблему с отсутствием голубого топлива решают в Туапсинском районе. Я приехал только что из Туапсинского района, значит, несколько дней назад. И там это одна из ключевых проблем, острых проблем. Но это речь идет не только о Туапсе, естественно, потому что у нас есть еще и проблемы сельской газификации. На это «Газпром» потратил достаточно не десяток миллиардов, чтобы протянуть именно Джуба-Ардиска-Сочи, газопровод через Джубу. И мы воспользуемся этим, так сказать, проектом, безусловно. И в этом году уже мы выделили около 200 миллионов. На следующий год, я думаю, что порядка 300-400. И мы, в общем-то, планируем для того, чтобы максимально Туапсинский район газифицировать. Затронули на встрече развитие в регионе промышленного сектора. Николай Асачий рассказал губернатору о законопроекте, который разработала партия. Он направлен на поддержку промышленной отрасли. Накануне проект уже был принят Госдумой в первом чтении. Александр Ткачев поддержал идею. И если проект будет принят, то он сможет стать хорошим подспорьем для развития промышленности на Кубани. У края сегодня есть все возможности, чтобы считаться не только аграрным регионом, считает губернатор. Уже в этом году по объемам промышленного производства Кубань стала лидером в Южном федеральном округе.